всем привет привет меня зовут наталья и я рада видеть вас на своем канале рисуем вместе цветные истории если вы еще не подписаны на мой канал обязательно подписывайтесь чтобы быть в курсе выхода новых видео сегодня я решила представить вашему вниманию небольшой обзор акварельных красок которые я приобрела для работы я использую акварельные краски невская палитра 24 цвета но периодически докупать цвета которые мне нравятся таким образом моя палитра красок становится вот такой вот более разнообразный в этот раз я решила побаловать себя вот такими тремя интересными цветами они пастельные я их еще не открывала очень нежная холодная цветовая гамма с очень красивыми названиями и вот сейчас мы с вами протестируем очень кратко и я посмотрю как эти акварельные цвета ложатся на бумагу так как я люблю рисовать цветными карандашами и соединяю в своих работах и акварель и цветные карандаши такая вот смешанная техника то я не случайно выбрала именно эти цвета потому что они очень похожи на цвета вот таких вот цветных карандашей моих любимых цветов которые я использую но об этом немножечко позже а теперь давайте остановимся на вот таких вот красивых леденцах конфетках они так упакованы я их называю акварельные конфетки и сейчас мы с вами будем распаковывать ну давайте начнем вот с этого цвета очень красивый нежный цвет мяты вот в такой вот кювете кюветы по два с половиной миллилитра и мы открываем первую красочку конфетка и риска так что же у нас здесь вот такой вот красивый яркий насыщенный цвет в кювете следующая красочка у нас с очень таким интересным загадочным названием называется королевская голубая что же не такого королевского тоже мы с вами посмотрим сейчас и сделаем выводы очень красивый цвет смотрите какое сочетание так следующая конфетка у нас лавандовая ну я прямо ожидаю здесь очень красивый такой нежный нежный пастельный цвет и я не ошиблась да действительно видите очень симпатичные цвета так номера цветов я все внизу в описании под видео укажу значит лавандовый цвет это номер 625 королевская голубая вот на кювете написано 528 номер и мятная 735 номер а сейчас мы будем пробовать эту акварель как говорится на вкус и цвет итак я беру палитру беру кисточку смачиваю ее водичкой и начну наверное вот с этого красивого мятного цвета сейчас я смочу акварельку кисточкой легонечко водой набираю пробую для начала на палитре вот она такая густая у нас очень красивый насыщенный цвет даже несколько такой вот разбеленный и пробую его на акварельной бумаге ну что вам сказать очень насыщенный такой кроющий цвет он перекрывает хорошо бумагу сейчас я вниз добавлю водички помощи небольшого количества воды я делаю вот такую вот растяжку и полученную вот капельку здесь собираю промакиваю сухой кисточкой так это у нас была мята сейчас давайте мы с вами попробуем королевский голубой тоже я сейчас чистой кисточкой немножко его растворяю пробую на палитре очень насыщенный ну прям очень даже чем-то на палитре он мне напоминает смесь гуаши такой вот с белилами так пробуем дальше итак это у нас королевский голубой вот такой красивый насыщенный цвет сейчас я просто водой сделаю такую вот растяжку небольшую посмотрите как он красиво нежно растворяется и уходит цвет бумаги вот так такой вот королевский голубой капельку я убираю вот такая вот красота так следующий цвет у нас лаванда тоже я сейчас набираю на кисть краску пробую на палитру очень красивый фиолетовый цвет прямо разбеленный разбеленный очень мне нравится так и делаю следующую выкраску лавандой вот так вот водичкой добавляю водичку и небольшую такую растяжку промакиваю кисть и убираю капельку ну что могу сказать очень мне нравятся эти цвета я думаю я и буду дальше использовать в своей работе такие вот они прохладные очень свежие хорошо перекрывают бумагу как вы видите очень неплохо разбавляется вот здесь вот внизу водой то есть можно делать разные цветовые растяжки ну цвета мне очень очень нравится сейчас краска немного подсохнет на бумаге и мы посмотрим как она будет себя вести уже в таком сухом высушенном виде еще хочу попробовать как они будут вести себя в смеси между собой ну давайте сейчас возьмем вот мяту мятный цвет и возьмем наверное королевский голубой и попробуем вместе их смешать здесь вот и сейчас попробуем вот такая вот смесь получается мяты и королевского голубого цвета тоже очень такой интересный прохладный цвет получается который можно использовать дальнейшей работе так теперь давайте мы смешаем королевским голубой вместе с лавандой сейчас посмотрим что получится ну вот да что то такое вот среднее между вот этим голубым и лавандой тоже мне очень нравится эту смесь тоже можно будет использовать в дальнейшем в работе итак это у нас королевский голубой и немножечко лавандой так водичка нужно здесь разбавить так а теперь давайте мы смешаем с вами мяту и лаванду тоже интересно посмотреть что получится так мяту смешиваем с лавандой где-то сейчас вот здесь вот я на палитре пробую сейчас еще добавлю немножечко тоже очень интересный цвет получается вот можете видеть так и водой и вот такую вот растяжку ну что я могу сказать мне нравятся эти цвета и я думаю что я с ними подружусь так а теперь немного о цветных карандашах вот цвета которые очень похожи на вот эти акварельные чудесные краски вот этот карандаш у меня мятный очень похожий вот похожий на королевский голубой и на лаванду значит вот эти три карандашика это у меня фирма марка рафайн на карандашиках вот указаны номера я все внизу в описании под видео напишу если кому-то интересно будет и сейчас давайте пробовать значит я беру вот этот вот зеленый мятный и смотрите вот где-то рядом сейчас я его протестирую с акварельным цветом ну вот очень очень похож то есть если я буду делать какую-нибудь работу в смешанной технике я могу вот использовать и сюда такой вот мятный карандаш не мятный карандаш а мятный цвет карандаша так дальше у меня вот похоже на королевский голубой сейчас здесь просто место немножечко я не оставила ну он не совсем точь-в-точь попадает но все же где-то тоже его можно будет использовать соединение акварели и карандашной техники вот в принципе так следующий у нас идет лаванда и я его сейчас попробую ну это тоже точь-в-точь не попадает но в принципе неплохо друг друга дополняет акварель и вот этот цветной карандаш так и следующие три карандаша это я использую в своей работе фирма vista артиста здесь тоже номера карандаши указаны и я все это тоже напишу если кому-то будет интересно берем вот такой вот номер 515 голубой цвет и пробуем его там где у нас королевский голубой и смотрим что получается тоже очень похожий цвет плюс минус его можно будет использовать в работе так далее вот у меня ультрамарин фиолетовый и сейчас мы посмотрим как он себя ведет он конечно немножечко темнее чем акварельная краска лавандовая но тоже в принципе можно будет вполне сочетать данный цвет карандаша и акварель и и следующий у меня цвет такой вот бирюзовый и я его тоже хочу попробовать ну смотрите этот точек попадает вот бирюзовые цвета карандаши у меня прям прекрасно соединились с акварельными цветами и вот что получилось то есть в принципе я сегодня попробовала три своих любимых цвета карандашей в сочетании вот с тремя акварельными красками от немской палитры и так друзья акварелька на бумаге подсохла и вот мы можем видеть что получилось вот так вот она выглядит на листе смотрите вот она такая пастельная бархатистая блеска нет цвета довольно таки если брать насыщенно они яркие если добавлять водичку они получаются более разбеленные между собой эти цвета можно смешивать а также добавлять к ним похожие цвета цветных карандашей что в принципе я и буду делать и вот смотрите я сделала такую табличку здесь у меня вверху вот эти мои новые краски которые я использовала акварельные и далее у меня идут цветные карандаши которые очень дополняют друг друга по такой вот цветовой гамме средний ряд это карандашики марка raffine номера цветов я указала и нижний ряд это карандаши vista артиста номера цветов я тоже указала друзья надеюсь мой небольшой вот такой вот спонтанный обзор был вам интересен и полезен поэтому пожалуйста еще раз прошу вас и приглашаю подписаться на мой канал ставьте лайк пишите комментарии задавайте вопросы я желаю всем хорошего настроения творческих успехов с вами была наталья всем пока пока